ПЕДАГОГОВ Мария Александровна Подкосова. На протяжении 41 года учитель преподает географию подрастающему поколению. Выбор будущей профессии был сделан в 9 классе общеобразовательной школы. Поначалу хотелось быть метеорологом, но отдаленность вузов, на базе которых можно было получить эту профессию, в результате сыграла решающую роль. И еще рядом всегда были хорошие учителя, которые могли подсказать и направить. У меня была очень хорошим, классным руководителем Мария Васильевна. Дай бог здоровья, она еще сейчас живет, мы с ней встречаемся летом. Всегда мои одноклассники к ней в гости ходят. Очень хороший был учитель. Вот она первым примером была для нас она. Она сплотила наш класс так, что мы все первые места занимали. У нас какой-то был дух соперничества. Мы хотели быть лучше всех. Если сбор, то лучше у нас. Если сбор макулатуры, то только мы больше всех соберем. Вы понимаете? Вот и она вот нас к этому продвигала. Вот у нее самой был такой. Вот она оптимист по натуре. И вот она нас вот как-то вместе собрала, сплотила. И мы ей очень благодарны. Вот то, что сейчас вот уже столько лет прошло, почти, ну сколько? Ну почти где-то 48 лет, как мы закончили школу. В 70-м году я закончила школу. Вы представляете, сколько лет? И мы до сих пор все дружим и не забываем свою учительницу. Каждый новый день – это встреча. Встреча с учениками. Каждый из сотен ребят, прошедших незабываемые уроки Марии Александровны, помнит, с каким трепетом педагог относится к своей работе и той науке, которую преподает. И какие бы задачи ни стояли на протяжении всех прошедших лет, учитель всегда была на высоте, давая знания детям. Четыре десятилетия. В школьных стенах. Насколько сложными были эти годы, может знать только человек, прошедший такой непростой путь. Не могу сказать, что они были одинаковыми, они были разными. Были сложные годы, были очень такие, очень такие хорошие, запоминающиеся годы. В зависимости от того, наверное, вы знаете, какой складывался в первую очередь микроклимат в Клинтеве, состояние самого учителя, ну и дети, с которыми я работала. У меня очень хорошие воспоминания о годах, когда я была классным руководителем. У меня вот последние два выпуска были замечательные дети. И вот вы понимаете, я им все время говорила, вы моя лебединая песня. Очень хорошие дети, очень хорошие родители. До сих пор я с ними, со всеми поддерживаю связь. Вот это, наверное, были самые лучшие годы моей жизни. Спонтанный выбор специальности привел в стены общеобразовательного учреждения другого педагога Александра Николаевича Никовского. Поначалу вместе со своим другом собирались поступать на факультет прикладной математики. Но тут мешался случай. В школу приехали преподаватели вуза, и их агитация в отношении факультета, общетехнические дисциплины и труд сработала. Сегодня за плечами учителя высшей квалификационной категории 35 лет стажа. На протяжении всего этого времени учитель стоит на страже знаний по предмету технология. Не жалеете об этом? Нет, не жалею даже ни грамма. Почему? Мне это нравится из-за того, что работаю непосредственно материалами. То есть работа происходит все руками. Ну и стараюсь привить любовь к детям, к труду. Забить гвоздь, смастерить табурет, выточить необходимую деталь и много еще чего познается на уроках труда. Своих учеников наставник учит быть хозяйственными в быту, а это, согласитесь, высоко ценится во все времена. Почетный работник общего образования Александр Николаевич сегодня является примером для подражания. В свое время и у него был учитель, на которого хотелось быть похожим. Принцип работы и девиз моей работы такой, что надо делать работу так, чтобы не было стыдно перед людьми. Идеалом был для меня, наверное, мой классный руководитель. Он сам по национальности немец, вот, Фавор Макс Карлович, а преподавал у нас русский язык и литература. Вот этого человека я помню всю свою сознательную жизнь, вот как он стал у нас классным руководителем в пятом классе. Вот, ну и стараюсь подражать ему, иметь терпение такое же, как он имел, вот, стиль общения с учениками. Как и предыдущие наставники, Екатерина Михайловна Минзак, учитель-стажист Ямальской школы-интерната, не нуждается в представлении. За 45 лет педагог с большой буквы воспитала не одну сотню учеников. И все эти годы учитель старалась следовать одному принципу. В принципе, в работе здесь один, и секрет один, я его очень часто повторяю. Для того, чтобы чему-то научить, на слово учитель мы учим, надо любить то, чему ты учишь, и любить того, кого ты учишь. Вы знаете, работая с детьми, вот, действительно, тогда не замечаешь своих лет, вот, не замечаешь, вот она энергия. Ну, мы уже теперь все знаем, что обмен происходит не только на уровне слова, он проходит на уровне энергии. Понимаете, мы обмениваемся всей энергией, не зря вот мы чувствуем, что один человек как-то нам не хочется с ним общаться, с другим нам хочется общаться, но это со взрослыми. У детей энергия у всех чистая, понимаете? И поэтому, как бы там ни было, вот это общение, эта энергия, вот этот такой взаимобмен, он, мне кажется, продлевает жизнь учителям. Стихия Екатерины Михайловны «Биология». Четыре с половиной десятилетия, рука об руку с этой интереснейшей наукой были действительно увлекательны. Чего только не происходило за это время. Менялась школа, менялись программы, менялись поколения, менялась сама жизнь. Все три педагога, герои нашего материала, носят звание заслуженной учители Российской Федерации. Они стажисты, они наставники, они профессионалы своего дела, которым всегда можно прийти за помощью, что и делают молодые учителя. Как правильно составить планирование? Вот сейчас мы все пишем программы. Для молодежи это, знаете, тоже вот если первые два-три года, то тоже сложно составить программу. Как составить программу? Дальше, если первые годы работают, это технологическая карта конспект урока. Тоже надо помогать, вот в этом. Советам надо помогать. Хожу на уроки к молодому педагогу и потом тихонечко подсказываю. На этого не обратила внимания там. Вот здесь надо было что-то сделать, здесь вот и немножко упустил. Но прислушиваются к советам, прислушиваются. Самое главное, я всегда говорю, учитель не должен быть равнодушным. Начинающим учителям я бы пожелал, чтобы, снова вернусь домой, чтобы они любили детей, уважали их, принимали их такими, какие они есть. Вот, и не боялись начинать чего-то нового. Вот, пробовали себя в различных, ну скажем так, методиках, искали различные пути. Конечно, тот, кто не работает, ошибок не допустит. А если мы все-таки работаем, все равно ошибки у нас есть. Ну, просто их необходимо видеть и анализировать, принимать правильные решения и двигаться дальше. Все молодые учителя, в принципе, они приходят уже подготовленными намного лучше от нас. Я скажу, в каком плане. Вы знаете, мы живем в век информационных технологий. И вот для нас, для стажистов, это вот если взять где-то года 10, 7, 10 лет, для нас это была большая проблема. Мы все это осваивали, мы все это осваивали. Между нашей работой, когда мы были заняты полностью, и мы еще проходили какие-то курсы, ездили с Элихарды, сидели сами над этим компьютером. Так все молодые стажисты, которые приходят, они этим владеют в совершенстве. И нам очень часто приходилось обращаться к ним. Не они к вам, а вы к ним. Конечно, и поэтому у нас вот к ним такое уважение, знаете, вот именно, что это приходят люди уже знающие. Я могу сказать с уверенностью, что кадры молодые у нас достойно идут в школу. Большинство из нас, в каком бы возрасте ни был, память о своих первых наставниках проносит через всю свою жизнь. С особенными чувствами мы вспоминаем первых воспитателей и учителей. Вспоминаем, каким был наш первый звонок и, может быть, первая двойка. Но всегда или почти всегда школьные годы в памяти – это лучик света. Главное счастье – вот сидят они. Вот пришли они готовые к уроку. Сидят они и услышают меня, можно так сказать, с восторженными глазами, с открытым ртом на уроке. Работают в полную силу. Вот для меня это счастье. Для меня это счастье. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова